Джизак. Более половины населенных пунктов области не имеют централизованного водоснабжения. А те, что есть, построены в 70-80-х годах прошлого века. То есть и морально, и физически устарели. Старт работ по обновлению строительства новой инфраструктуры дало подписанное в мае 2018-го постановление о мерах по улучшению обеспечения населения Джизакской области качественной питьевой водой. Один из проектов в его рамках осуществляется за счет использования вод реки Заравшан. Ожидается, что это позволит улучшить централизованное снабжение питьевой водой населения Бахмальского, Галааральского, Шараф-Рашидовского, Дустликского, Пахтакурского, Мирзачульского районов и самого города Джизак. Субтитры создавал DimaTorzok Ведутся отделочные работы внутри объекта. Также были установлены пять насосов и монтируются трубы. На водозаборном сооружении продолжаются работы по заливке бетона. Подобный процесс можно увидеть и на очистном сооружении, а также трансформаторной станции. На этих объектах активно идут и монтажные работы. Активный рабочий процесс продолжается и в водосточной станции Узумблок Бахмальского района. В трёх резервуарах для хранения воды ёмкостью 2000 и по 3000 кубических метров уже завершены бетонные работы и ведётся подготовка к гидроизоляции и тестовым испытаниям. Монтаж троп и установка колодцев также в преддверии завершения. В настоящее время 17 единиц техники и 125 рабочих и специалистов задействованы в строительных работах с условием соблюдения требований карантинного режима. Строительство станции мы начали в 2019 году. За это время выполнено строительно-монтажных работ на общую сумму 11 миллиардов суммов. Ну а в 2020 году этот показатель составил свыше 26 миллиардов. Мощность данного сооружения составляет 100 тысяч кубических метров воды в сутки. Как видите, работа не останавливается ни на минуту. Планируем завершить в назначенное время. Ну а на водораспределительной станции ЖИЗАК продолжается бетонирование фундаментов стен. Земляные работы были завершены в двух резервуарах по 5000 кубических метров. В этом направлении работают 38 рабочих и специалистов, а также 7 единиц техники. Резервуары приводятся в готовое состояние. Задействованы 7 единиц техники и 38 рабочих. Основной частью проекта является прокладка магистральных трубопроводов. К сегодняшнему дню проложено уже 49 километров. По словам ответственных специалистов, необходимых материалов и средств вполне достаточно. Всего на объекте для проведения строительно-монтажных работ задействовано 246 рабочих, а также 66 единиц специальной техники. Завершение проекта запланировано на 2021 год. Благодаря его реализации на большей части территории ЖИЗАК области коренным образом улучшится обеспечение питьевой водой. Это наряду с улучшением условий жизни населения будет иметь важное значение в развитии региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова